Безусловно, в процессе обучения есть большая необходимость вашей личной терапии. Поскольку психотерапевт – это тот человек, который работает с собой, своей собственной жизнью. Без личной терапии ваша карьера может быть яркой, но очень недолгой. Скорее всего, даже не очень яркой. Потому что первое же препятствие, с которым вы столкнулись на уровне ваших личных реакций в контакте с клиентом, вас парализует. И поэтому, как правило, обучение во всех школах в направлениях модальной психотерапии предполагает свою длительную глубокую психотерапию. Я бы не рекомендовал эту психотерапию останавливать рамками программы. Я бы рекомендовал получить поддержку от своего терапевта еще и после окончания программы, так вам будет проще и, что самое важное, быстрее и эффективнее развиваться как психотерапия. Шаг следующий. В тот момент, когда вы освоили какую-то школу психотерапии, например, вы выбрали, как и я, гештальтерапию, мне кажется, на более поздних этапах обучения перед вами встанет один вопрос. Вопрос следующий. А кто я в этой терапии? Какой мой терапевтический стиль? Какова моя профессиональная идентичность? Какой я как гештальтерапевт? Гештальтерапия это некая методология. Она широкая, глубокая, интересная, очень богатая, но та гештальтерапия, которой будут заниматься вы, она будет отличаться от всех остальных гештальтерапий. Не потому, что вы принадлежите какой-то школе, хотя школа, конечно, накладывает отпечаток на то, каким вы будете гештальтерапевтом, но потому, что вы сами станете тем гештальтерапевтом, которым вы рождены быть. Как это происходит? Поначалу, скорее всего, вы будете копировать своих учителей. Я как-то стал обращать внимание, что мои выпускники каким-то странным образом напоминают меня, каким я был в тот момент, когда они пришли в программу. Программа гештальтерапии длится примерно 5 лет, и вот на выпуске я обнаруживаю вплоть до неких слов и цитат, которые я использую в своей терапии, использовал, простите, 5 лет назад. Когда вы пытаетесь поглотить своего учителя и стараетесь быть на него похожим, это нормально, это хорошо. Такое инкорпорирующее, столь я не как назвать, обучение, когда вы пытаетесь кого-то поглотить и стать им, является естественным ходом. Мы в течение какого-то нашего детства стараемся быть похожим на своего отца или маму, или на каких-то других образцов значимых для нас людей, контактом с которыми, отношением с которыми мы гордимся, так и в терапии. Но дальше наступает следующий этап, а правда ли я хочу всю жизнь быть похожим на Игоря Погодина? Правильный ответ нет, хотя вам может казаться, что вы хотите именно этого. Поэтому важно обнаружить именно свой путь, и свой путь помогает обнаружить два основных инструмента. Первый, это максимальная чувствительность к себе, а какие мои ценности сейчас реализуются в этой работе, чего я хочу, что я сейчас хочу проявить, но до сих пор себя сдерживал, следуя за некими образцами, на котором я учился. А второй инструмент, это супервизия. Супервизия must have для начинающего терапевта. Не потому, что она обязательна, а потому, что она сделает ваше развитие гораздо более быстрым. А и Б поможет обнаружить себя. Хороший супервизор, это специальный человек, который помогает вам, как начинающему терапевту, сделать себя эффективнее, не меняя свою жизнь, не предавая себя и не стараясь быть кем-то другим. Посвятите какое-то время уже и в рамках программы, и после окончания, ну хотя бы 3-5 лет минимум после окончания программы для регулярной работы с супервизией. Все время отдаваясь вопрос, какой я как гештальтерапевт, какой я как психоаналитик, какой я как экзистенциальный терапевт, какой я как нарративный терапевт и так далее, и так далее. Обнаружить свой стиль. В тот момент, когда ваша терапевтическая единичественность и ваш стиль начнет становиться все более ясным, вы увидите, как ваша работа станет все глубже, интереснее, смелее и конечно же гораздо более эффективной. И после этого имеет смысл тогда задуматься о том, каких там еще знаний вы хотите поднабраться для того, чтобы собственно ваша работа была более профессиональной. Мы с вами имеем отношение к профессии, которая постоянно изменяется. Психотерапия 10 лет назад, сейчас это очень разные сферы. Гештальтерапия там сейчас и пять лет назад, это очень разная гештальтерапия. Она постоянно развивается. Поэтому имеет смысл включаться в какие-то регулярные образовательные программы, где вы будете слышать интересных новых людей, интересных гештальтерапевтов, учиться у них. В нашей профессии нужно все время учиться. Учиться у старших коллег, у равных вам коллег, у своих клиентов учиться. Здорово, если в этот момент вы будете осваивать какие-то смежные, ну, например, специальности или смежные сферы деятельности или знания, так, например, в течение какого-то времени, мне кажется, меня как гештальтерапевта очень сильно продвинуло интерес к философии. Интерес к философии особенно связан с философией постмодернизма. Я читал за поем очень многие книги, я читал некие социологические книги, но которые мне оказались интересными. Думаю, что останавливаться в развитии себя, ну, как психолога тоже не стоит все время читать что-то новое. Читать не для того, чтобы изменить свою работу под влиянием того, что вы прочли, а чтобы в прочитанном увидеть себя. Есть два типа книг. Одни книги, это книги, которые помогают вам что-то использовать из того, что они нашли и как-то изменить свою профессию. Все равно он маркетолог или психотерапевт. Второй тип книг, это книги, которые заставляют меня задуматься. И также есть два типа людей, которые в любых книгах найдут инструмент, как им поступить и сделают точно так написано в этой книге. Есть другой тип людей, которые, читая книги, и это способ гораздо более эффективный для вашего развития, читая другие книги, заставляют себя задуматься, а что меня впечатляет здесь? О чем меня эта книга заставляет задуматься? При таком подходе книгам вы будете продвигаться гораздо более эффективнее. Конечно же, это работает вне зависимости от сферы, в которой оказались психотерапевт вы, айтишник, маркетолог и так далее. Пусть книги научат вас думать. Чем больше вы впечатляете и пускаете новых мыслей в вашу жизнь, тем, мне кажется, лучше. Вот, мне кажется, таков некий цикл от нуля до становления профессионального нотерапевта, который, я надеюсь, станет для вас ориентиром. С вами был я, Игорь Погодин. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам нужна более подробная информация, переходите вниз по ссылкам, кликайте на сайт, там море информации, которые, надеюсь, окажутся для вас полезной. Удачи, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова